Что же, я предлагаю начать. Всем еще раз добрый вечер, всем, кто с нами, кто еще должен присоединиться. Надеюсь, что присоединиться за время нашего вступительного слова. Хочу поблагодарить всех, кто сейчас участвует в нашей встрече. Спасибо, что вы помогаете нам, проекту «Порядок слов», пережить эти действительно непростые времена. И огромное спасибо Александру Эткинду за то, что вы, Саша, согласились выступить в нашем онлайн-лектории сегодня. Соответственно, наша встреча посвящена выходу в издательстве «Новое литературное обозрение» книги «Природа зла среди государства». Соответственно, как я понимаю, хотя я думаю, Александр расскажет об этом более подробно, это взгляд на этот труд и выход этого труда спустя полгода и в свете тех событий, которые мы все сейчас сегодня переживаем. Технически небольшой момент. Я хотел сказать, что у всех, кроме меня и Александра, выключены микрофоны. Будет лекционная часть, и потом все, и во время прям лекционные части, и сразу после можно задавать вопросы в чате. Для тех, кто с Zoom мне очень хорошо знаком, это вот внизу кнопочка такая «Чат» есть, ее можно включить, туда писать, в общем, вопросы. А я буду их читать по ходу дела, после, соответственно, окончания лекционной части. Я буду их по очереди все озвучивать для Александра, чтобы он не отвлекался на чтение мелкими буквами, а мы могли в такой режиме живой беседы существовать. Александр, спасибо вам еще раз, спасибо всем, кто с нами. Я отдаю с удовольствием огромное вам слово. Здравствуйте все. Я, конечно, был бы более рад делать эту презентацию или обсуждение моей книги вживую, как это мы делали с картином, мне кажется, дважды в очень уютном зале в магазине «Порядок слов» на Фонтанке, «Мои любимые места». Но по причине, которую мы сегодня как раз и будем обсуждать, вот мы разговариваем таким способом, что, конечно, не лучший вариант, но и далеко не худший. Все-таки мы должны быть признательны всем возможностям, которые дает нам технология. Мы все-таки сохраняем человеческий и публичный контакт. Значит, моя книга действительно вышла, она числится 2020 годом, это такой издательский финт. Но она реально, значит, вышла в ноябре-декабре. То есть для меня, вот я уже подписал там последнее, значит, выбрал обложку, скажем так. Я помню, как я выбирал обложку, вы, наверное, видели эту обложку с картинкой, на которой изображен Вольтер, укрощающий лошадь и теряющий туфлю. Вот мы эту картинку выбирали. Довольно долгий процесс этот был в ноябре. Ну, с ноября, действительно, прошло полгода. Казалось бы, ну, полгода, так сказать, ну, очень малый срок нашей с вами взрослой жизни. Для книги это вообще, так сказать, ничто. Но эти полгода действительно сейчас кажется, что это была другая жизнь. И это верный признак того, что действительно жизнь сильно изменилась. Я вам расскажу, ну, очень кратко про мою книгу. Я предполагаю, что вы раз сюда подключились, то вы ее почитали, по крайней мере, вот видели обложку, может быть, купили или собираетесь читать. Это книга по истории. Ну, у нее очень необычные герои. Все герои природные ресурсы. Торф, конопля, сахар, железо, соль, рыба, мех, ну и так дальше. И так дальше до нефти, металла, конечно, уголь. Так, этих ресурсов не так уж и много, но можно перечислять, конечно, еще некоторое время. Но их как раз хватило на то, чтобы каждая глава моей книги была посвящена одному такому природному ресурсу. Мы им всем очень признательны. Эти разные виды сырья, это части нашей жизни. Они двигают экономику. Мы используем все вот это, мы одеты, обуты, все, что мы едим. И, в общем-то, все, чем мы обмениваемся в нашей человеческой жизни между собой, все это в конечном итоге мы взяли на каком-то этапе, в виде сырья из природы. Сырье – это очень хорошее русское слово. Оно, понятно, значит, от слова «сырое». Это то, что человек прямо, непосредственно берет из природы. Потом перерабатывает его многими разными, очень изощренными способами. По цепи, эти разные виды труда, разные способы переработки следуют друг за другом. И, в общем, так создается все, вплоть до компьютера, вплоть до микрофонов, которые я говорю. Из переработанного сырья создана цивилизованная жизнь. То есть, всякий предмет нашего существования, все, чем мы пользуемся, это все разные сочетания сырья и труда. В общем-то, это все довольно понятно, и даже, я бы сказал, фириально. Но моя книга делает резкий такой ход. Я пытаюсь объяснить в порядке гипотезы, в порядке, отчасти интеллектуальной игры. Но я отношусь к этому серьезно. На основе разных видов сырья я объясняю разные особенности исторических обществ и их отношения с государством. Труд меняет сырье, и труд меняет, конечно, все. Но вот как соотносятся сырье и труд в разных исторических обществах, в этом и состоит главный сюжет моей книги. Ну, например, эта книга посвящена глобальной истории, и я рассказываю там о событиях в разных местах света. Больше всего в Европе, меньше в Америке и намного меньше в Южной Азии. Моя книга в основном посвящена Евразии или Северной Евразии. И, в общем, она имеет такую довольно сильную... Для глобальной книги она имеет очень сильную русскую перспективу. То есть там гораздо больше российских историй, чем... Ну, чем я скажу так, выражусь так, чем в других книгах по глобальной истории, с которой моя книга сейчас будет конкурировать на рынке. То есть я правда пытался сочетать очень широкий взгляд на мир с очень подробными детальными анализами русской истории. Как эти сырьевые переходы, переходы от одного вида сырья к другому, происходили в России. Это очень... Вся эта история, она чревата катастрофами, кризисами, разного рода крушениями. Это сырье добывалось где-то очень далеко. Его везли, например, на кораблях. Те корабли приходили в портозначение, может быть, каждый второй или каждый третий. И все равно это торговля сахаром или хлопком, или солью. Или, может быть, с опиумом. Все равно она была сказочно прибыльным делом. Шахты обрушивались. Нефть где-то била фонтаном, где-то, значит, она кончалась. Где-то загорались нефтяные скважины. История природных ресурсов, именно потому, что она история, наиболее тесно связанная с самой природой, которая остается, в общем-то, непостижимой, непредсказуемой. И сейчас, вот сегодня, когда мы об этом говорим, мы понимаем это гораздо лучше, чем понимали, допустим, полгода назад. История природных ресурсов более богата приключениями или чревата катастрофами, это примерно одно и то же, чем история труда или история знания. Поэтому, мне кажется, моя книга такая... Мне было очень интересно ее писать. Там действительно возникают новые сюжеты, они потом исчезают. Все это связано с разными человеческими судьбами, которые тоже, как правило, имели очень трудный или часто катастрофический характер. Кто-то добивался огромного успеха, гораздо больше эти люди, которые разрабатывали природные ресурсы, погибали в тюрьме или в своей шахте, или во время взрыва своего алхимического прибора, или что-нибудь еще такое с ними очень интересное случалось. Один из этих событий начинали новую эру, другие события остались забытыми. Но, как говорится, ни один из кризисов не должен пропадать впустую. И как раз в этих природных, в этих делах, которые связаны с отношениями между человеком и природой, действительно, кризисы не пропадали впустую. Они всегда вели к драматическим изменениям в отношениях между трудом и разными видами сырья. И... в человеческих отношениях и в самой культуре, и природе государства. Давайте я вам немножко расскажу о том, как это все происходило в российской истории, но очень кратко и прямо, значит, пунктиром. А потом попытаюсь перейти к более современным сюжетам, ради которых я думаю, что мы здесь в основном собрались. Россия, как страна, которая... Сегодня мы знаем, что это самая большая часть света, так понятно было не всегда. Самая большая страна на свете. Так понятно было не всегда. Российская территория бурно расширялась, следуя за... тоже следуя за определенными интересами государства, которые были связаны с определенными природными ресурсами. Но представьте себе такую ситуацию московского или, может, или киевского средневековья. Вот люди живут натуральными хозяйствами. В этих натуральных хозяйствах плотность населения очень низкая, потому что продуктивность этих хозяйств очень тоже низкая. Значит, они могут прокормить немного народу. Каждая семья, в общем, потребляет то, что она сама производит. Торговли нет по двум причинам, или ее очень мало. Во-первых, продуктивность всего этого дела очень низкая, то есть остается очень мало избытка, которым можно было бы торговать. А во-вторых, не было транспорта, не было дорог, или... Да и нужды в этих дорогах не было. А поскольку пространства большие, то строить эти дороги было трудно. Это тоже стоило труда. А чтобы поддерживать этот труд, нужно подовольствие и многое другое. Государство, конечно, которое создавалось со сведоточенными усилиями в течение веков на этих землях. Было много государств, потом появилось одно доминирующее. Потом это доминирующее государство назвало себе империей. Государство нуждалось именно в избытке в тех мешках зерна или, может быть, в каких-то еще ценностях, металл, мех, которое это государство могло забирать у людей, собирать в своей казне, тратить на свои государственные нужды, ну, например, выплачивать наемникам или каким-нибудь иностранным специалистам или использовать для внешней торговли. И вот тут мы приходим к самой сути этого дела. Значит, что на этой земле было такого, что можно было бы, с одной стороны, взять от натурального хозяйства, то есть, короче, от трудящихся людей, и при этом не довезти их до голода. С другой стороны, можно было бы транспортировать, перевозить через эти огромные расстояния внутри страны, потом вывозить куда-нибудь в другую страну, по морю или по суше, продать там с выгодой, на эту прибыль что-то купить. Таких видов сырья или таких готовых товаров было очень много. было очень-очень мало. Все начиналось, в российской истории, все начиналось с меха, с пушнины. Я не буду говорить о совсем темных временах, когда таким товаром был сам человек, работорговая. Хотя и эти времена имели важное значение в нашей долгой истории. Но если говорить, собственно, о природе, первым таким природным ресурсом был мех. И это очень интересный процесс. Новгородское княжество зарабатывало, вело очень большую внешнюю торговлю, зарабатывало капитал, росло, нанимало, имело, значит, армии, имело корабли, оплачивая большую часть своих расходов лесными товарами. Это был мех, деготь, дивизиона. Но для вот этой истории природных ресурсов очень важно понимать, что можно, чем можно торговать, и, то есть, что можно перевозить на большие расстояния, что будет иметь спрос где-то там в далекой стране. И чем торговать невозможно. Торговать обычно можно тем, что есть в одном месте и чего нет в других местах. Вот тогда эти другие места будут покупать вот этот редкий, далекий продукт чужой земли. И вот если этот продукт действительно редкий, далекий, то он становится, соответственно, дорогим. Торговать очень трудно тем, что растет или что производится везде. Ну, например, зерном, той же древесиной. То, что есть везде, оно, конечно, очень полезно. Но, во-первых, это потребляют тоже везде. Во-вторых, это стоит очень дешево и, как правило, не стоит усилий по перевозке. Значит, получается, что перевозить можно товары очень легкие, очень сухие. очень деткие. Такие, которые есть в одном месте, их нету в других местах. Это такие товары можно объявить монополию, контролируя цены. Цена на такой товар становится намного выше, чем стоимость производства этого товара или этого вида сырья, себестоимость. И на этом можно делать действительно большие деньги. Вот в российской истории таким товаром легким, не портящимся, подлежащим перевозке и редким был мех. Это была пушнина. Пушнина – это была сначала очень простая, простенькая. Это была пушнина. Шкурки серой белки, которую новгородское княжество возило в Европу в огромных количествах. Потом спрос на это дело пропал, потому что появился альтернативный, появился альтернативный источник сырья, то есть шерсть. Мы говорим о Средневековье. Но зато в России стала или российские власти, русские власти, московские власти стали осваивать новый, еще гораздо более редкий и, соответственно, гораздо более ценный если его доставить очень далеко. Источник. Соболь. И вот в охоте на Соболе, точнее, в добыче, добыча на Соболе, московское государство распространялось далеко-далеко на восток. Вот эти гигантские расстояния через болота, тайгу, леса, реки, вплоть до Тихого океана, они были преодолены в течение веков в ради добычи и добычи Соболя, торговля саболинами шкурками. Получается, что, но при этом, смотрите, управляющее большинство населения, допустим, московского княжества или потом Российской империи, они, конечно, никогда и не видели этих саболинных шкурок и не знали о том, что есть такие шкурки. Они по-прежнему жили натуральное хозяйство. Государство объявило монополию на эти саболинные шкурки. Оно либо напрямую там владело теми лесами, где можно было добывать саболь, либо скупало это все там на месте и у диких народов севера и контролировало пути доставки. В общем, есть разные способы пути государственного контроля, мы можем это легко себе представить, хотя все это изучено или надо продолжать изучать. Но государство монополизирует этот редкий источник дорогого, не портящегося доступного транспортировки сырья и на этом создает свои государственные структуры. Ну вот, но Соболь был физически выбит. То есть Соболь продолжал пользоваться спросом, вот сейчас, например, только сейчас, последние десятилетия, буквально 21 века, модные дома, Гуччи, ну и так дальше, значит, объявили, что они все, они перестали, они запретили сами себе использование меха по этическим соображениям или потому, что все-таки он стал настолько устарел и стромоден, что, в общем, не больно и хотелось. Но ценные виды пушнины, Соболь или Горлостай и так дальше, Черная леса, они стоили, ну, какая-нибудь шкурка Соболя стоила столько, сколько нескольких лошадей или еще в более старые времена несколько рабов и так дальше. То есть, это представляло из себя огромную ценность. Ну, если оно, конечно, было должным образом обработано, высушено и доставлено. Вот на этой торговле появлялись, появлялось собственно государство. Да, ну вот Соболь был выбит, значит, российскому государству пришлось искать совершенно новые источники существования, переход от одного вида сырья к другому, ну, по-научному это называется смена ресурсной парадигмы, но я предпочитаю не пользоваться слишком научными словами, мне очень нравится, мне очень нравится русский язык, какой он есть, вот, например, слово сырье или, например, слово государство, ну, на эту тему написаны многие тома от слова, значит, от какого слова происходит государство, государь, я вот, я вот думаю по-простому, что это происходит от слова дар, здесь такая, значит, здесь такое клише, такое, значит, популярное выражение дары природы, вот государство прямо связано с дарами природы, ну, давайте продолжим дальше, значит, очень, очень, очень быстро, схематично, хотя мои, ну, книги там длинные, длинные главы, про все про это написаны, значит, российское государство экспериментировало, ну, во-первых, переход всегда был связан с кризисами, катастрофами, в российской истории, например, это называется очень выразительным словом смутное время, ну, таких смутных времен, конечно, было, было не одно. Каждый раз, когда меняется сырьевая парадигма, это ведет к смутному времени. Появились металлы, это уже Петровская эпоха, всякие замечательные люди стали разрабатывать металл на, ну, сначала в европейской части, потом на Урале, это производство тоже двигалось на восток. Металл, понятно, нужен был для собственной армии, металл очень пригодился для экспорта, и, действительно, как и мех, металл не портится при перевозке, достаточно редок, и достаточно дорого, то, что он редок, он, конечно, тяжелее меха, но он достаточно дорог для того, чтобы оправдать перевозку. В XVIII веке, в начале XIX Россия перевозила металлы в Швец, в Голландию, в Англию, конкурентом главным было Швеция. Но до этого был еще один замечательный момент, который я всерьез рассказывал о нем в моей книге. Конопля. И то сырье, которое делается из этой конопли, то есть после первичной переработки растения конопли, получается пенька, которая представляла из себя большую товарную ценность. В разные десятилетия, разные века уже нового времени британский флот, например, весь плавал на российской конопле с Белого моря. Из Архангельска вокруг Скандинавии все это вывозилось с сотнями кораблей. Английских, голландских. И представьте себе эти великолепные суда, трехмачтовый фрегат, там на нем может быть сто пушек, линейный корабль. Значит, такой корабль нес на себе сто тонн пеньки. То есть такелажа, всяких, значит, тросов, канатов. паруса делались из льна, который тоже доставлялся, но не обязательно из Белого моря, но из Балтийских берегов. Я не буду рассказывать, но замечательные истории, они очень богатыми, богато увлекательными сюжетами. Судьба пеньки в годы наполеоновских войн, разнообразные попытки и Англии, и Америки заместить русскую пеньку собственным производством. По каким-то причинам они до сих не вполне ясны, но я рассказываю о них в моей книге о гипотезах. Ни у кого не получалось делать пеньку так хорошо, как это получалось у поморов и крестьянок. Это вообще был женский труд на берегах Белого моря. Ну и следующим вариантом решения этой тяжкой сырьевой проблемы люди-то в основном так и продолжали жить своими натуральными хозяйствами. Ну, конечно, появлялась ближняя торговля где-то в соседнем городе, можно было вывозить мясо и менять его на продукты цивилизации или, может быть, уже на колониальные товары, например, на сахар, который в России поступал очень из-за века с Карибских островов. Но все это требовало твердой валюты, а твердую валюту взять ниоткуда, кроме как от экспорта товарных, то есть очень больших маслах, количеств сырья, ну, или готовых товаров. Следующим вариантом стало зерно, но зерно все-таки недостаточно дорогое, то есть недостаточно редкое, для того, чтобы оправдать перевозку по суше. Только железные дороги смогли перевозить зерно. А так зерно перевозилось только по воде. Значит, внутри России, вот, например, появилась новая русская столица, с которой сейчас я говорю, Петербург. Его, Петербург надо было кормить, это была колоссальная проблема всей империи. Что делать? Значит, с одной стороны столица росла ради специальных государственных нужд, а с другой стороны даже эти государственные люди и их многочисленные работники, слуги, солдаты, их всех надо было кормить. И зерно доставлялось по средней Волге через систему каналов, которые были специально созданы по европейским образцам, но в совсем другой местности. В общем, это была сложная творческая задача поддерживать эту систему каналов через Рыбинск, Верхневолочок и так дальше, так, чтобы на барках и плотах фактически эти огромные тюки зерна. На самом деле зерно перевозилось в виде муки и муку эту паковали в короба, которые делались из березового лыка. И вот эти тысячи тысячи этих коробов, в каждом было 30 килограмм муки, перевозились, значит, много расконтовались с одного судна на другое судно, потому что эта система каналов и проток имела разную судоходность. В общем, это была совершенно особая экономическая культура, которая вся работала десятилетиями, если не веками, на снабжение столицы в этих очень особенных условиях. С другой стороны, зерно, конечно, в это время уже вывозилось по морю, и в этом был экономический смысл, да и политический смысл распространения российского государства на юг, к Черному морю. Одесса, Новороссийск, это были порта, через которые впервые зерно стало возможно вывозить в товарных количествах. средиземные страны, туда, где в нем нуждались, в Турцию или Атаманскую империю. Некоторые, например, виды российского или крымского зерна даже ценились в Италии, хотя в Италии полно было своего зерна, считалось, что самая лучшая пицца, одно время такой периодический момент, одно время считалось, что самое лучшее пшеничное, самое тонкое пшеничное зерно вывозилось итальянцами же из Крыма. Ну и так дальше, как вы понимаете, эта история довольно плавно приводит нас к нефти, которая была вообще-то открыта впервые во второй половине XIX века в восточном уголке Австро-Венгерской империи, которая сейчас, ну и которая долго принадлежала Советскому Союзу, этот уголок под Ивано-Франковском в Галиции. И это был очень дорогой товар, его использовали только как, только для освещения, как керосин. Потом американское нефть стала доминировать на мировом рынке, хотя бакинская нефть тоже была очень, развивалась очень бурно с помощью иностранного капитала, иностранных инженеров, иностранных олигархов, всех же знакомых нам Нобелей и Ротшильдов. и бакинские нефтяные промыслы прииски развивались, стали настоящей колыбелью русской революции, надо сказать, что там получил свой первый политический опыт. и Сталин, и Берия, и еще несколько важнейших, и Киров, например, и разные другие большевистские лидеры. Я думаю, что это не случайно, потому что вот этот опыт работы с нищими, человеческими массами, которые работали на этих нефтяных приисках в тяжких условиях, создавая гигантские сокровища из ничего. Эти колоссальные товарно-денежные потоки, которые шли из земли и никогда не кончились. Хотя, конечно, они кончились. Мне очень увлекло то, то, что когда я понял, что большевики в течение всей своей уже длинной истории, продолжая заниматься нефтью, и это сырьевой промысел, как и другие российские сырьевые промыслы, двигался на восток от Баку сначала в Татарстан, в Татарстан, и это требовало и научных геологических открытий, и больших иммиграций, больших человеческих масс, и просто гигантского количества труда, и новых технологий. Ну и потом уже в 70-е годы, после сенсационного открытия нефти в Западной Сибири, этот промысел сделал скачок за Урал. Почти что воспроизводя в своем движении средневековый ход меховой торговли. Вот что интересно, что первым это начал Сталин, он назвал на одном из партийных съездов новые скважины и нефтяные поля в Татарстане, в Башкирии, он назвал это вторым Баку. То есть это новое значит второе Баку. И потом уже это были брежневские времена. В 70-е начало 80-х годов бурный рост добычи нефти в Западной Сибири и тогда среди нефтяников и тоже среди партийных деятелей в ходу было выражение «наша третья Баку». О нефте мы еще с вами поговорим. Деться от него конечно некуда если обсуждать сегодняшние проблемы. Но я хочу вам сказать еще несколько слов про вот этот подход к истории через природные ресурсы, через сырье. Вы наверное все слышали, я говорю, что здесь сидящих много историков и все наверное интересуются историей. Иначе что им здесь делать? Такое выражение, которое очень модное и в общем популярное выражение писать историю снизу. История не сверху, а снизу. То есть история настоящая история, в это верили и продолжают верить многие серьезные историки, не буду сейчас сорить именами, но я думаю многие понимают о ком я говорю, что настоящая история это не история великих героев Наполеона и так дальше, или даже не история творцов или больших текстов или великих идей, а настоящая история это история простого человека, трудового человека, человеческих масс, общества в целом, история снизу. я тоже в это верю или продолжаю верить, но я считаю, что я делаю следующий ход. Вот эта история большого общества, история трудящегося человека, да, конечно, это история снизу, но еще не совсем, это еще не низ, настоящий низ, и ниже уже некуда, это история сырья, это все самые природные ресурсы, пенька, шелк, треска, торф, из которых все делается, конечно, все это делается только трудом человека, и благодаря применению знания, соответственно, технологий, и все это работает только в определенных общественных отношениях, в артселях, или цехах, или натуральных хозяйствах, или еще где-то. Но начинается все, на уровне сырого сырья, это и есть настоящая история, снизу, ниже некуда. Тут я, пожалуй, закончу свое вот такое исторический, теоретический обзор моей собственной книги, и давайте мы теперь поговорим о том, теперь поговорим о государстве и его государственных отношениях с сырьем и с трудом, и каким-то способом мы перейдем плавно к современному моменту. Итак, отношения между сырьем, трудом и государством. Я не буду особенно здесь ариентизировать, но понятно, что государство всегда определилось через свои функции, но в современной формулировке государство обеспечивает публичные блага, ну, например, безопасность. Вот это государство делает нам, людям, оно нужно нам для того, чтобы делать, создавать то, что мы не можем создать себе сами. Каждый из нас делает своим трудом что-то свое и обменивает вот это собственный результат своего труда на этом всеобщем рынке. Но есть такие вещи, которые каждый из нас по отдельности не можем неспособны сделать. Ну, например, безопасность. Мы не можем обороняться от врага. если, конечно, он нам угрожает. Ну, или, например, здравоохранение. Конечно, мы можем, ну, каждый из нас можем вытащить заносу там у себя самого или у ребенка. Что-то мы, так сказать, можем, от чего-то мы можем вылечиться сами. Мы можем купить труд врача и тогда, значит, здравоохранение включается в рыночные отношения. Но, тем не менее, мы всегда это знали. Есть такие, такая область публичного здоровья, public health, публичное здравоохранение, за которое может отвечать только государство. Вот такое понимание, исторически, такое понимание, я думаю, сложилось в Англии и в Голландии 17-го века, 18-го века, когда, например, голландцы стали коллективно защищаться от наводнений. В моей книге довольно большая глава о голландском торфе и, значит, наводнениях, которые прямо последовали за его использованием как важнейшего энергетического ресурса. Я не буду сейчас в это углубляться, читайте об этом, все там, все довольно ясно написано, но вот тогда действительно впервые возникло это понимание, что есть такие задачи, которые частный человек сам по себе решить не может. Это можно сделать только объединившись с другими людьми, например, построить дамбу или вырыть канал. И вот эти гидравлические работы, ну и, конечно, содержание армии и поддержание разных, значит, отношений с внешними друзьями через дипломатию или врагами через оборону. Вот это все стало функциями государства. Но для всего этого это все очень дорогие вещи, для всего этого нужен источник средств. откуда государство оно берет эти средства? Из налогов. Значит, мы все трудимся, платим налоги, значит, мы трудимся, продаем свой труд. Мы платим налоги только если нам удается успешно продать свой труд, то есть, ну, заработать на этом труде. И мы платим определенную часть государства в виде налогов. Вот из этих налогов, которые мы платим все свои маленькие частные деньги, на эти средства государство обеспечивает нам всем публичные блага. Ну, как оно это делает? Исторически понятно, что это были всякие герцоги, принцы, значит, левиафаны, короли, которые обеспечивали, ну, собирали с нас налоги, а потом, значит, распоряжались ими, как хотели, на свой вкус. Ну, и тогда в какой-то момент, впервые, ну, так сказать, история очень глубокая этой идеи возникла, возникла главная идея любой революции. Если не будет представительства, то не будет и налогов. если мы не будем контролировать демократическими способами наши же собственные деньги, потому что мы платим налоги, ну, значит, мы перестаем платить эти налоги. Мы будем платить эти налоги, если мы верим, если у нас есть доверие к тем институтам, которые расходуют наши средства. Ну, а чтобы было доверие, нам нужны представители. Это, правда, был лозунг любой революции, то есть он стал знаменит, когда его сформулировали американские отцы-основатели, но вообще-то это с античных времен, это было, всем было понятно, что только так оно государство и может стабильно, спокойно существовать, обеспечивая публичные блага собственным гражданам. Ну, да, так что есть функции государства, есть государственные средства, есть государственные институты, ну, такие, как армия, посольства, кортежи, всякие дворцы, значит, и загородные виллы, и многое другое, это, скажем, я назову атрибутами государства. как это связано с моей темой сырья? Напрямую, потому что оказывается, что, и это тоже очень давняя история, что у государства, у многих государств, не скажу, что у любого, но у многих государств, особенно у больших государств, у империй, и просто у больших стран. Всегда были и есть такие средства, которые она получает не из налогов, а из другого источника. Прямо из природы, минуя человеческий труд. Такова, конечно, история русской нефти. Мы сегодня очень хорошо понимаем эти отношения между государством, сырьем и населением на примере нефти. Я как раз хочу сказать, что так дело работает и работало не только в России, вообще не во всяком Петро, и не только в Петро-государствах, которые основаны на нефти. Вот так, например, существовала и Британская империя, которая исторически сильно зависела от сахара, зависела от сахара со своих далеких заатлантических колоний, ну или потом от хлопка. Так же работали другие империи. Не буду сейчас заглубляться. Если есть империя, значит, есть где-то в ее дальнем конце источник монопольного сырья, ради которого она и создана. это не значит, конечно, что во всякой империи люди продолжают жить натуральными хозяйствами и не видят и не слышат сырья. Сахар, например, распространялся по всей Британовской империи, и каждая домохозяйка или ее гурничная пила чай с сахаром, и на это существовала империя на внутреннем потреблении и так дальше. тем не менее пошлины на сырьевой бизнес, это могут быть экспортные пошлины, импортные пошлины, не буду сейчас углубляться, сырьевые пошлины представляют из себя большую, а в некоторых случаях капитально большую добавку к трудовым налогам. Ну, хорошо, вернемся к функциям государства его средствам и его атрибутам. Вот хорошо бы, чтобы эти три уровня, еще раз, функции, средства и атрибуты, хорошо бы, чтобы это все было такое в гармонии, чтобы все соответствовало друг другу, всего бы хватало и вместе с тем все бы расходовалось, государство бы все это расходовалось с умом и под надлежащим надзором общества и чтобы все уровни доверяли друг другу, чтобы все это... Но так бывает только в утопии, наверное. Когда государство зависит не от труда граждан, а от даров природы, население, собственное население становится ему ненужным. Получается так, что... Я, конечно, очень угрубляю эту схему. Еще проще было бы, как это, значит, давние времена структуралисты любили рисовать схемы. Я тоже рассуждаю в данном случае на уровне схемы. Если государство зависит не от труда граждан, а от даров природы, если население ему не нужно, оно освобождается от всякой нужды в контроле, потому что оно не зависит от налогов, оно не зависит от труда, оно зависит от нескольких точек на огромной своей территории, которые дают ему основной источник существования. И, конечно, оно перераспределяет часть своих сверхдоходов в пользу населения, предоставляя этому населению публичные блага. Но вот как оно это делает? Оно может соблюдать какой-то декором, поддерживая представительские атрибуты или институты, или вообще его не соблюдать. Оно вправе распоряжаться с этими дарами так, как оно хочет. Вот такое государство, которое поддерживает атрибуты государства и не выполняет свои функции, мне кажется, это очень важный тип государства. я его называю паразитическим государством. Но мы знаем, что есть разные способы классифицировать государство, я даже не буду и начинать этим заниматься. Я хочу сказать, что я с этим сильно спорю, я хочу добавить еще один типаж. Я даю ему такое, ну, как бы биологическое название паразит, и мы знаем, что это применяется обычно глистами, или вот сегодня вирус, это ведь тоже паразит, мы еще об этом поговорим. Но на самом деле, да, биологические метафоры в социальных науках пользуются плохой репутацией, лучше к этому не прибегать. Но я был рад найти, значит, в очень доступных этимологиях, что на самом деле слово паразит греческого происхождения, и оно как раз изначально использовалось для характеристики определенных социальных отношений. Вот, наверное, отношения внутри того самого натурального хозяйства. Паразитами называли, паразит это нахлебник, это тот член домохозяйства, который, значит, пользуется его внутренними частными благами, продовольствием или крышной головой, но при этом не вносит там своим трудом должного вклада. Вот это по-русски нахлебник, по-гречески паразит. Значит, впоследствии вот это слово, которое употреблялось для в этом социально-экономическом контексте, его перенесли в сферу биологии, ну а я вроде как бы предлагаю вернуть его в социально-экономический контекст. вирус тоже паразит, но совсем другой микропаразит. В истории вообще были попытки связать микропаразитизм и микропаразитизм значит, бактерии или каких-нибудь клестов, там, значит, другого рода паразитов, которые причиняют понятные эпидемии и массовые заболевания и макропаразитизм социальных элит. Я нашел такого рода идею у одного чикагского историка конца 20 века, он писал в 80-е годы Уильям Харди Маклейн. Он вообще занимался восточными обществами, был востоковедом, занимался культурными контактами в средние века и позднее. И прямо он сопоставлял макропаразитизм элит с микропаразитизмом бактерий, ну, или вирусов все равно, считая и те, и другие, то есть элиты и вирусы, бактерии разными способами природной регуляции численности человеческого общества. паразитирующие элиты начинают войны или занимаются гиперэксплуатацией, вызывают голод, во время голода возникают эпидемии, на борт эпидемии вызывают голод, бегство элит, разруху. и таким образом, значит, он уподоблял, он рассматривал разные частные истории, это все Китай, Индия, завоевания, значит, разные там крушения династий, и он говорит, что эти макро- и микропаразиты действовали, ну, вряд ли, не сговариваясь, конечно, но действовали совместно, как мельничные жернова, которые вместе, размалывая чрезмерно размножившиеся средневековые общества, регулировали их численность. Здесь, конечно, мы чувствуем, что что-то в этом есть от нашего сегодняшнего момента, от наших забот. Конечно, нынешнюю пандемию надо рассматривать, ну, что делает с историками, моими коллегами, на историческом фоне других глобальных эпидемий. Чумы, сифилиса, инфлюенции и так дальше. Историки установили, сейчас эти книги в 70-х или 80-х годах прошлого века вновь стали очень модны, их читают, на них вновь ссылаются, авторы живы или нет. Но авторы показывают, показывали исследования, авторы социальных историй глобальных эпидемий средних веков возрождения нового времени. Авторы неизменно показывали, что эти эпидемии радикально меняли природу человеческих обществ, делая это лучше или глубже революцией и, вероятно, с еще большими жертвами. Эпидемии всегда были связаны с передвижениями больших человеческих масс, с войнами, ну, и завоеваниями, колониальными завоеваниями, возвращениями из крестовых походов или из открытия новых континентов, с миграциями. Но больше всего и как бы систематичнее всего эпидемии были связаны с торговлей. По большим торговым путям, по шелковому пути, потом по транссентратическим торговым треугольникам. Ну, вот, например, сифилис, который привезли в Европу матросы Колумба. Генерические болезни изменили христианский мир, подтвердив выжившим. Давно известные есть, уже давно известные им истины о пользе воздержания семьи, моногами, гигиены. Были и другие болезни, тоже страшно разрушительные, но не совсем эпидемические. Например, малярия. Скорее, если тут, если сифилис, легко назвать фенерической болезнью, малярия, наверное, была экологической болезнью. Вы знаете, она распространялась комарами, которые жили на болотах. И она, вот малярия, как экологическая болезнь, стала глобальным фактором изменения самой природы. Человек изменил ландшафт по всему цивилизованному миру. Болото со времен древнего Рима сушили болото вот здесь, в Италии, под Писой и в других местах. это дело продолжалось осушение болот Виталия вплоть до Буссолини, который осушил последние болота в Тоскане. И точно так же это происходило и в Советском Союзе, в Крыму, например, и по всему цивилизованному миру люди осушали болото, борясь с малярией. В моей книге, кстати, природосла довольно много о болотах. Вы удивитесь, увидев там, там в разных главах болота повторяются в разных сюжетах. Так что, ну, есть венерические болезни, есть торговые болезни, такие, как чума. Вот чума распространялась крысами, которых привозили в трюмах, которых привозили купцы, торговцы в трюмах кораблей или в караванах вместе с шелками или другими, или с серебром. И она чума распространялась именно по торговым путям. Но, конечно, это была и военная болезнь. Войска, наемники или пехоты, и кавалерия распространяли чему лучше караванов. А коронавирус скорее кажется сегодня социальной болезнью. Вот я вам сказал, были венерические болезни, были торговые болезни, военные болезни, экологические болезни. А сегодня мы имеем дело с социальной болезнью и оказалось, что пока что на сегодняшний день единственный способ уберечься, ну вот как от винической болезни есть разные способы уберечься, но они все понятны природой, сходной природой. А от нашей социальной болезни единственным способом уберечься на сегодняшний день стали социальные мероприятия. Все связаны с социальной дистанцией. Но об этом я не буду говорить, это в общем-то понятно, хотя конечно мы наверняка к этому вернемся. Вирус все же и экологическая болезнь. Мы получили историю, рассуждая уже исторически, мы скорее всего получили этот коронавирус от животных, ну наверное от летучей мыши. Мы наверное все здесь это представляем себе, я по крайней представляю себе по образцу замечательного фильма Contagion Зараза или ну да зараза, где вот этот путь распространения показан и очень убедительно. Этот вирус, который мы получили от летучей мыши не один такой. За последние 30 лет, то есть 90-х годов, вот сколько существует постсоветская Россия, за последние 30 лет случились уже 200 эпидемий новых болезней, новых неизвестных болезней, 200 эпидемий. Они правда все имели лак, слава Богу, что все они были локальными. Это первая настоящая пандемия. Три четверти из этих 200 новых болезней получены от животных. Пространство между человеком и животным это важнейшая контактная зона нашей цивилизации. Важнее нету. Самая важная граница или интерфейс между человеком и животным. Включая сюда домашних и диких животных, больших животных, такие как летущая мышь или лошадь и маленьких животных, такие как например клещ или комар. Понятно, что коронавирус поражает, коронавирус распространяется в соответствии со скученностью населения, он поражает большие города, он гораздо реже, гораздо меньше распространяется или медленнее распространяется или вообще может не затрагивать. те местности, где люди, как средние века живут своими натуральными хозяйствами и соответственно плотность населения там очень маленькая. Все, особенно на первых порах, все новости о вирусе приходили к нам от богатых, цветущих городов по всему земному шару с высокой плотностью населения, будь то Милан или Ухань, или Нью-Йорк или Мюнхен. Ну, скучность населения, конечно, важная вещь, то есть это связано с плотностью населения, но мы всегда уже почти инстинктивно понимаем под этими понятиями плотность населения, скучность населения. Мы имеем в виду людей на единицу площади. Сколько там людей живет на квадратном километре? но на деле есть гораздо более важная цифра, которая включает в себя все население на этом километре людей и животных. На самом деле вирус распространяется там, где наиболее велика суммарная плотность населения людей и животных на единицу площади. мы конечно склонны игнорировать всех наших спутников пока они нас не трогают слишком сильно. Речь идет о вирусах и о бактериях внутри нас или о множестве животных, которые живут вокруг нас и насекомых и пресмыкающихся всяких червей и млекопитающих таких как крысы. Скученность нашей общей фауны потому что человек часть фауны определяет скорость распространения болезни. Но ее тяжесть зависит возможно от другого фактора. То есть одно дело скорость другое дело тяжесть. Мы каждый день читаем новости об пандемии и мы имеем дело с этими двумя факторами. Скорость значит сколько людей заболело в определенной местности и тяжесть сколько людей умерло. вот смерть зависит от другого фактора. И тут я уже говорю не о спекуляциях а довольно серьезных исследованиях. Это другой фактор это загрязненность воздуха. И разные места нашего с вами мира имеют разную загрязненность воздуха и эта вариативность колоссальна. человек все равно живет и в загрязненном воздухе, но он живет его жизнь более короткая, его интеллект детей, которые выросли в областях местностях с очень сильным загрязнением воздуха и ай-кью серьезно ниже. И на протяжении школы разница достигнутых ай-кью может достигать одного года обучения. То есть в сильно загрязненной местности средний ребенок, кончивший школу, допустим, десятилетку, у него ай-кью на уровне девятилетки, на уровне ребенка, окончившего девять классов. Школа с чистым воздухом. Все это очень сложный вопрос, потому что понятно, что там, где воздух чистый, там, скорее всего, что и школа более богатая, и население более благополучное. Но ученые знают много хитрых способов разделять эти перемены. Способы эти хитрые, но несовершенные. коронавирус наверняка зависит, вот тяжесть течения болезни наверняка зависит от загрязненности воздуха. И в этом коронавирус больше похож не на малярию или не на ситилис, не на чему, а в этом коронавирус больше похож на туберкулез. Туберкулез тоже инфекционная болезнь, но тяжесть течения очень сильно зависит от предшествующего состояния организма, особенно легких в обоих случаях. В общем, это эмпирический факт, что частота смерти от коронавируса жестко коррелирует с загрязненностью воздуха. И действительно, извините, продолжать, я надеюсь, что этот звонок прекратится довольно скоро, а то я буду возиться с всем, как его прекратить. мертвы, конечно, нам мешает. В Италии мы видим очень хорошо, что частота смерти, самые сильно пораженные регионы Италии это регионы с самым загрязненным воздухом. Илан, Турин, Бергамон. Есть огромные города к югу, Рим, Неаполь, воздух там не так загрязнен. И соответственно, о, слава богу, это прекратилось. Соответственно, и болезнь протекает там легче. в общем-то, это эмпирически доказанные связи. Хотя загрязненность коррелирует со скучностью, и эти примены тоже надо разделять. Пример тоже самое мы видим и в Европе и в мире. Нью-Йорк, Бавария, еще раз Северная Италия это части очень благополучных стран с высокой плотностью населения. Такие части, которые отличаются сильным загрязнением атмосферы. Но похоже, что дело не в загрязненности атмосферы вообще. Например, вы, наверное, видели, это довольно интересный и даже, я бы сказал, удивительный факт, что от коронавируса, что курильщики страдают от коронавируса меньше, чем некурящие люди. Курение как бы защищает в какой-то степени от болезни или от смерти от нее. Что это значит? Это значит, что речь идет, что влияние на болезнь оказывает не загрязнение воздуха вообще, а определенные факторы этого загрязнения или элементы этого загрязнения, которые мы наверняка узнаем по мере того, как мы будем продолжать болеть дальше и читать газеты о том, как болеют другие люди. Есть и другие подсчеты, которые ужасают или, с другой стороны, вселяют надежду. Например, в отношении мы знаем сейчас, что из-за эпидемии многие заводы прекратили работать, машины перестали ездить, самолеты перестали летать и эмиссии углекислого газа и других загрязнений воздух уменьшились где-то на треть, а где-то может быть и наполовину. В отношении Уханя, то есть родины коронавируса, это было один из самых загрязненных регионов планеты. Там все закрылось. Воздух там сейчас близок к воздухам сейчас стал очень чист, хотя не идеален. Подсчитано, что те люди, которые скорее всего, чем чище воздух в местности, тем дольше продолжительность жизни в этой местности. Значит, Уханя, благодаря тому, что воздух уже там, допустим, почти полгода относительно чист, средняя продолжительность жизни должна повыситься. Мы об этом не знаем сейчас, но мы узнаем когда-нибудь. Мученые аппроксимируют на своих графиках. И возможно, что те люди, которые таким образом, благодаря уменьшившимся миссиям, спасены в этом регионе Ухани, в огромном городе, там почти 10 миллионов человек, возможно, что спасены благодаря уменьшившимся эмиссиям больше людей, чем погибли от коронавируса. В общем, вирус, конечно, все изменил в нашей жизни. как надолго он изменил жизнь, действует ли вирус в одиночку, или он действует в некоем союзе, или наоборот в конкуренции, во вражде с другими факторами, которые ухудшают нашу жизнь. И давно уже этим занимаются, давно уже ухудшают ее. Чему вирус враг, от чему союзник? Мы, читая с вами газеты, мы понимаем, что вирус, конечно, важен, но важна экономика, важна нефть. Вот цены на нефть, там впервые в своей истории достигли некой иллюзорной отрицательной величины. Читая газеты, мы не видим связи между этими событиями. Падение цен на нефть вообще началось еще в 13-м году, задолго-садолго до эпидемии, но и даже современный конфликт между Российской Федерацией, Саудовской Аравией и так дальше, значит, вот это, значит, катастрофическое падение цен, катастрофическое или, может быть, наоборот, сулящее лучшее будущее, оно началось независимо от пандемии или до нее. Действительно ли эти два независимых события? Можем ли мы, но пока что только гипотетически связать их между собой? А узнаем ли мы об этом, обо всем в будущем что-то новое, чего мы не знаем сейчас? Я, конечно, как историк, мне больше нравится рассуждать о процессах очень долгих, очень длительных. я уверен, что если вы читаете мои интервью или статьи, вы знаете, что нефть останется там, где она есть, нефть никогда не закончится, потому что если нефть будут продолжать добывать теми же темпами, как ее продолжали добывать и сжигать, то воздух, наш с вами воздух закончился раньше нефти. Закат нефти наступил гораздо раньше начала эпидемии коронавируса. И многие из этих проблем уже сейчас надо пытаться понимать вместе. Но, живя внутри них, их трудно понимать, живя внутри проблемы, трудно видеть ее контексты. видишь много деталей, ты не видишь леса. Историк, который будет писать о нашем времени 10 лет спустя или, может быть, столетия спустя, он не будет знать все проценты тех деталей, которые сегодня знает обычный человек с улицы, который читает газеты. Но он будет видеть большие, долгие, уже в его время уже закончившийся процесс. И он будет понимать лучше нас, о чем на самом деле будет он тогда писать свои книги. Ну, а мы можем пытаться об этом догадываться. Я думаю, речь идет не о том, вирус или экономика, или экономика, или нефть. Все эти факторы связаны, нам надо понимать их синергии, как они действуют вместе. Надо понимать и то, что так или иначе, придумают ли вакцину или еще какое-нибудь чудодейственное средство. Но вирус пройдет, прошла и чума, прошел и сифилис, быстро ли, медленно ли, что-то с нами останется навсегда. А проблемы климата останутся, вирус пройдет, а климат останется. Глобальное потепление, которое возможно является глубокой причиной и распространения вируса, и падение цен на нефть, и новой смены сырьевой парадигмы, которая нам только предстоит, или в которую мы вот сейчас вступили, но еще не видим ее, не видим всего этого смутного времени, как оно только начинает разыгрываться перед нами. Но тем интересны те сюжеты, о которых мы сегодня говорим. Разные факторы умножаются друг на друга, приводя к новым жертвам, но и к новым открытиям. Такова природа зла. Спасибо за внимание. спасибо вам огромное. Александр пока тут коллеги, я думаю, что сейчас напишут какие-то вопросы. Я задам первый, может быть, он будет очень наивный, но то есть он даже сдвоенный. Во-первых, сейчас пандемия современная очень многие сравнивают с пандемией гриппа испанки в 18-м году, которая совпала с громадными историческими событиями во времени с Октябрьской революцией. Была ли тогда связка пандемии со сменой ресурсной средевой парадигмы? И, соответственно, да, это вот первая часть вопроса. Ну, в общем-то, нет. Я думаю, что она была связана с войной. Эти волны как бы прямо как бы были параллельны Первой мировой войне. И сама война подвела итог великой эпохи это было 50 лет европейского мира, который прерывался редкими региональными или даже некоторые историки говорят столетний мир. С наполеоновских войн до Первой мировой войны действовали свои объяснения для этого мира, действовали свои, действовал, например, золотой стандарт в течение этих столетий. Но произошла Первая мировая война, мы знаем как слепые эти разные империи двигались навстречу этому великому бедствию, а испанка его умножила. Это бедствие. Была ли бы испанка или вторая волна без мировой войны. Я думаю, что это скорее пример того, как разные бедствия, которые при первом взгляде имеют совершенно разную природу. Микро, макро. В реальной истории они идут параллельно, совместно, они умножают друг друга. Но механизмы вот этого взаимодействия далеко не всегда понятны. Ну и вторая часть вопроса, которая совсем наивна, я думаю, если мы сейчас вступили в эпоху смены вот этой сырьевой парадигмы, то что же будет за нефтью, на ваш взгляд? Какой ресурс может выйти на первый план? Ну смотрите, нефть стала действительно таким глобальным ресурсом. Нефть, газ. или углеводородное сырье, тогда мы можем сюда включить уголь. Все это добывается из-под земли, сжигается ради получения энергии. Выбросы идут в атмосферу, выбросы в разной степени вредности. Все это привело к глобальному потеплению. Это можно уже сказать в настоящем времени. В роли источников энергии нефть, газ и уголь должны сменить, как бы другого пути нету, должны сменить источники возобновляемой энергии, которые человечество испокон веков использовало, ставило витрины и мельницы, там, где был ветер, или паруса на корабле, или так или иначе использовало, благодаря фотосинтезу использовало солнечную энергию. Теперь к фотосинтезу прибавились солнечные панели, которые используют отчасти даже сходно химический процесс, физический процесс. Физический процесс. Ну вот, есть еще разные способы добывания энергии, какие-нибудь микротурбины, которые можно будет ставить на реках, которые продолжают течь, тоже воспроизводя и усиливая давно существующую водную мельницу. Вот, но большой вопрос в том, сколько энергии можно таким образом получить. Сумеет ли человечество возместить тот недостаток энергии, который ему придется перетерпеть, вот если оно перестанет сжигать нефть, уголь и газ, сможет ли оно получить такое же количество энергии, солнечными панелями, ветряными мельницами и гидростанциями. Или может быть появится еще какой-то, ну вот ядерные станции сейчас стали быть популярными мягко говоря, но может быть появится еще какой-то способ получения энергии. Но если еще одного способа не появится, то вывод довольно грустный. И его состоит в том, что скорее всего возместить этот удовлетворить нынешние потребности в энергии будет трудно или невозможно. Для этого, например, понадобятся такие количество редких металлов, которых либо нету, либо чтобы добыть их, надо будет нанести еще больший ущерб земной коре и атмосфере. Ну и от этого зависит наше будущее. Значит, если не удастся возместить, если не удастся заполнить вот этот образовавшийся дефицит энергии, значит, нам придется сокращать самопотребление энергии. Это значит, что нам придется менять глубокие основы нашего образа жизни. Меньше путешествовать, например, но для начала я довольно подробно и с грустью рассказываю об этом в моей книге. Для начала придется есть меньше мяса и рыбы, потому что на это уходит чудовищное количество энергии и тоже земли и воды и соответственно получается очень много выбросов или на этом пространстве всех этих пастбищ и так дальше могли бы расти леса, которые бы производили кислород. Но каким образом человечество убедить в том, что, например, с такого-то дня, такого-то года, допустим, следующего года, с 1 января вы перестанете есть мясо. Понимаете, демократическим путем это совершенно немыслимо, чтобы люди за это проголосовали или вообще, так сказать, приняли бы. Это без... А без чего? Что может убедить человека в такого рода чудовищных изменениях образа жизни? Ну, ответ понятен. Катастрофа, эпидемия, наводнения, массовые жертвы. Ну, вот одна катастрофа уже произошла. Посмотрим, убедит ли она человечество в чем-то и в чем именно. В чем-то наверняка убедит. А, ну, вот, собственно, я думаю, что в продолжении вопроса вот от Анастасии вопрос, разве эпидемия не превращает само население в сырье? Агамбен в Италии пишет о превращении голой жизни в ресурс государственного управления во время пандемии. Коронавирус приводит к смене сырьевой парадигмы. Парадигмы. Ну, я бы не согласился с Натальей, это интересный вопрос. Но я и с Агамбеном не соглашаюсь. Я живя в Италии, тоже, как я, Агамбен, подвергаюсь тому же самому карантину. И, значит, ну, то есть, приходится его принимать. И, в общем, я согласен. Я думаю, что он уже сейчас под влиянием событий как трезвый человек он пересмотрел некоторые свои взгляды, не все. Но я не согласился с Натальей по теоретической части. Потому что, ну, сырье – это то, что можно переработать в товар, а переработав товар, выгодно продать. В этом смысле человек был сырьем в эпоху рабовладения. Эта эпоха, как мы знаем, не так уж давно и закончилась. но и тогда вот действительно люди превращали в товар, который можно было с трудом, конечно, но можно было вывезти, значит, это довольно скоропортящийся товар, если его, например, вывезти через океан. Но некоторым удавалось на этом делать деньги. А то, что мы видим сейчас, как бы продуктивность любого из нас, я думаю, мы все сейчас поднимем руки, если устроить такую перекличку, продуктивность любого из нас резко уменьшилась от карантина. Что бы мы ни делали, почему-то надо еще разбираться, почему, почему уж так. Так что мы производим, значит, если мы, типа, производим товары, ну, включая сюда и знания, так дальше, или преподавания, или что угодно, то мы в результате карантина мы, как бы, стали это делать все хуже, все меньше. Может, мы найдем какие-то способы обойти эту проблему, но, может быть, и нет, кстати. Следующий вопрос, на самом деле, он был первым еще в самом начале лекции вашей, я его сейчас не задаю, сейчас исправляюсь. Александр, добрый вечер, влияние нефтегазового проклятия на все стороны жизни России после 1973 года хорошо известно. Могли бы вы отметить что-либо подобное относительно зависимости России от экспорта пушнины в 17 веке? Оно как-нибудь повлияло на экономическую, социальную, внутрополитическую или внешнеполитическую жизнь страны? Если повлияло, то насколько заметно? Ведь до сих пор мы привыкли связывать все события политической жизни России того времени со вторым изданием крепостничества, вызванным расширением товарного производства хлеба помещиками для растущего неземневладельческого населения? Классный вопрос. Я вообще-то с этим вопросом разбирался уже два раза в своих книгах. В моей книге «Внутренняя колонизация» есть большая глава буквально на эту тему. и в книге природа зла есть глава, которая называется «Остатки чужих тел». И там снова я возвращаюсь к меху, ну а также и к мясу, и к рыбе. Про мех там сказано много нового. Ну да, конечно, связано. То есть представьте себе московскую, ну забудем о Новгороде, хотя там история Новгорода серой белки и гонзейской торговли. Я чувствую, что задавший этот вопрос Павел историк или очень интересуется историей. Наверняка многое знает о Новгородской республике. И в общем это все в большой степени зависит. Не пол, не на 100%, но намного зависело от экспорта тех пушечных шкурок, которые паковали в бочки как баррели и баррелями отправляли в Любек по гонзейским путям. Когда вот эта белка, ну и другие лесные товары северных стран стали не нужны или нужны меньше, или уже поступали по другим негонзейским путям, например, из Белого моря, то рухнула и Новгородская республика, к сожалению, и гонзейская торговля, гонзейская лига. Ну вот, давайте подумаем очень быстро о московском царстве, княжестве, потом царстве. Ну, представьте себе, что там случилось бы, если бы у московских князей было бы только зерно, действительно, как вы говорите, действительно, людей закрепощали для того, чтобы оно на этой скудной северной земле, значит, с трехлетними севооборотами, они должны были там, что сделать рожь и хоть что-то, поставлять государству, ну, допустим, для армии или для роста городов. Ну, а чем бы еще торговали этих городах? Откуда бы, условно говоря, вот, зерно вывезти было невозможно из Москвы, Тулы, там, но куда его вывезти? На ближний рынок, да, дальних рынков просто не было. Значит, если бы не было меха, ну, и некоторых других лесных товаров сопутствующих, там, мед, деготь, то просто бы, ну, говоря сегодняшним языком, просто бы не было валюты. А не было бы валюты, скорее всего, не было бы и царства. Вот представьте себе эти палаты, эти костюмы, этих бояр, эти шубы, эти убранства, это серебро, это золото, это, эти сабли, все это поступало в обмен на экспортное сырье. Давайте дальше. Спасибо за лекцию. У меня следующий вопрос, Дмитрий спрашивает, а если британская империя была также зависима от сырья, то есть в каком-то отношении тоже была государственным паразитом, как российская, почему же ценность человеческой жизни сегодня в Соединенном Королевстве выше, чем в Российской Федерации? Вау, это, конечно, серьезный вопрос. Во-первых, я не так сильно верю в силу традиций или в зависимости от истории, в зависимости от пути. Очень многие вещи меняются. Мы прямо сейчас чувствуем, насколько изменилась жизнь. и есть традиции или нет традиции, а вот карантин он везде один. А если кто-то в силу своей традиции считает, что у них там есть, они такие холодные там люди, дистанцированные люди, что им и не нужно карантина, то все равно этим людям, тем же британцам пришлось владеть карантин. Хотя традиции у них, конечно, очень сильные, просто они как бы не важны. Ну вот, это, кстати, первый ответ. А второй ответ, конечно, что далеко не всякая империя была паразитическим государством. Это довольно сложно объяснять, сейчас я даже не возьмусь этим заниматься, но понятно, что британская империя в отношении колоний, в общем, когда, например, американские революционеры скинули себя Ермо и Иго британской империи, они это сделали именно вот таким, они сказали, вы там, на далеком вашем острове, вы паразиты, на нас наживаетесь, не давая нам взамен ничего. А что такое ценность человеческой жизни, то есть, то есть любая империя, которая наживается на колониях, на колониях в отношении колониального населения, паразитично, в отношении своего населения не митрополия, это, конечно, было совсем иначе. Что касается ценности человеческой жизни, то есть тоже, какая там ценность человеческой жизни раба на британской плантации, которая возделывала сахар или клопок, она была, но она измерялась, она, раб был не так уж дешев, у него была своя цена, возможно, эта цена раба была выше, чем цена поданного в других империях, но я не думаю, что все проблемы двухсотлетней давности можно прямо переносить на наши сегодняшние. Значит, большое спасибо, Александр. Как вы считаете, какую длительность имеет нынешнее падение цен на нефть и может ли оно повлиять на смену власти в России? Ну, первое, тут вопрос из двух частей. Значит, на первой, на первой части у меня есть, да, простой и заранее подготовленный ответ, что да, значение это имеет огромное, это долговременный процесс, значит, его не, его не стоит понимать, как такой короткий кризис связанный, допустим, с эпидемией или с каким-то конфликтом частым там между, между личностями или, ну, вот так, вот так случилось на рынке, или как ошибку рынка, если рынок хорошее дело, но он совершает ошибки, вот мы имеем даже и отрицательные цены получились, там люди на этом рассоряются, но в целом зато рынок возьмет свое. Я думаю, что мы видим долговременный процесс, цены начали падать давно уже, там, типа лет 7 они падают и падают и падают, сейчас процесс забастлился. Эпидемия выявляет латентные процессы, которые дремали или делает необходимые те решения, которые откладывались на будущее. Вот на 30-й год Европейский Союз принял программу, вот на 50-й, а делается все-таки все очень медленно, кто-то говорит, ничего не делается, на самом деле сделалось очень многое, ну, например, вот мой компьютер питается электричеством, в котором, в европейском электричестве в целом там от трети до половины идет от зеленых источников возобновляемой энергии, но все равно, конечно, половина или две трети идет от газа или угля, все это продолжает сжигаться и засорять наш с вами воздух, но тем не менее это процент зеленой энергии в электрическом миксе все время растет, значит, если он растет в масштабах целой Европы, соответственно, потребность в газе в российском, ну, или нефте в других местах или в угле, соответственно, уменьшается. Производство автомобилей там в Китае, например, оно падало уже там несколько лет, Германия вот начала падать, но тоже задолго до пандемии. Короче говоря, это длительный серьезный процесс, который в, ну, отчасти является прямым ответом на глобальное потепление, ответом, опосредованным государственными решениями и так дальше. Рыночной политикой. Все это тормозилось нефтяным лобби, которое, международным лобби, которое располагало гигантскими деньгами, значит, на эту тему есть много реальных сведений, еще больше теории заговора, ну, в общем, все примерно мы знаем, о чем идет речь. Значит, второй вопрос я, ну, как тут сказать, да, я как историк могу сказать, да, смена царевой парадигмы часто, но не всегда, вела к радикальным политическим изменениям, войнам, революциям, крушением режима, становлению, становлению новых институтов, которые лучше соответствовали новым реальностью, новым сырьевым, экономическим торговым реальностью. Произойдет ли это в данном случае, и когда именно это произойдет? Тут тоже два вопроса, вот на первый вопрос я тоже скажу, да, произойдет, вот во второй, когда именно, я не знаю. Не совсем понимаю вопрос, но тем не менее его озвучу. Добрый вечер, спасибо за лекцию, очень интересно. А социально-классовая борьба во время пандемии, она особенно сильно влияет на общество? Ну, я попробую разобраться с этим вопросом. Может, за ним что-то еще стоит, но тогда мы получим еще один вопрос. Она изменяется. То есть, социально-классовая борьба во время пандемии, то есть, вирусу-то не важны, я думаю, классы, он, как мы видим, затрагивает и богатых, и бедных, и влиятельных людей заражает сильнее, чем людей необщительных, экстравертов, больше, чем интровертов, и так дальше. То есть, у вируса есть какие-то свои предпочтения, они довольно интересные, я думаю, на эту тему тоже будут написаны книги. Ну вот карантин, конечно, изменяет арену классовой борьбы. Какая тут, ну какие забастовки, забастовка невозможна, потому что, значит, люди не, ну забастовка оружия прилетриата, главное, люди все равно не работают. То есть, например, начнут бастовать люди, которые трудятся на сущностно необходимых производствах, вот, те, кто производит электричество или интернет, например, там они тоже могут люди забастовать. Пока мы этого не видели, но, так сказать, можно себе представить такой этап классовой борьбы в каком-то будущем, если это будет продолжаться долго. Ну, соответственно, у их работодателей, в конечном итоге у всего этого является государство. В конечном итоге, но практически без исключения. Государство, конечно, свои, свои мотивы удовлетворять классовые претензии именно этого, этой категории трудящихся. Ну, вот, при карантине, как бы, да, и выход на улицу затруднен, и полицейский контроль облегчен, и классовая борьба имеет совсем другие формы, она поддавлена, и, ну, возможно, что недовольство копится, и при выходе из карантина мы увидим какие-то новые формы борьбы. Следующий вопрос касательно того, что человечество должно отказаться, значит, от потребления мяса, вопрос такой, с мясом понятно, выбросы, расходы воды и прочее, а почему рыба? Ну, рыба, которую мы с вами едим, в общем-то, если, если мы с вами не сильно богатые люди, то мы, скорее всего, едим рыбу, которую, не ту рыбу, которую выловили в океане, а ту рыбу, которую вырастили на ферме. Это очень грязное, очень грязное производство. Вы можете поехать куда-нибудь под Сосново на озера, увидеть, как эти фермы работают. Это очень вкусные лососи, и, не знаю, если там карантина, например, я думаю, что они по-прежнему кормят своих лососей антибиотиками, и, в общем, очень искусственный и очень дорогой тоже едой, которую только едят эти рыбы. Короче говоря, это ведет к колоссальным загрязнениям. И эпидемия, которые распространяются от рыбьих ферм на диких рыб, которые плавают в этом озере или в этом океане. Ну, про вылов рыб из океанских глубин я, в общем, и не говорю. Это сейчас, так или иначе. Эти выловы сокращаются в огромных количествах, но все равно эта добыча продолжает идти. Мы узнаем о ней, ну, это уже мороженая рыба или консервированная рыба, если это массовая добыча. Но мы узнаем об этих объемах по косвенным каким-то цельствам. Ну, например, во время Брексита, вот когда дискуссия шла между Европейскими Союзами и Брикобританией на тему, значит, их будущих отношений, оказалось, что режим ловли рыбы вокруг Британских островов на близлежащих территориях оказался одним из самых трудных и спорных вопросов. То есть, все равно эта добыча создает такие деньги, такие потоки, что это имеет политическое значение. Она продолжает идти во больших количествах. А рыба кончается, то есть, например, Треска, но в моей книге глава об исторических сюжетах, о Треске, которую добывали там в Северной Атлантике. И она была, ну, она была, ну, чрезвычайно, она была колоссально распространена. Ее было просто очень много, невероятно. И тоже было ее очень легко добыть и высушить, и перевести, и создать на ней капитал. И она была полностью уничтожена. При том, что в отличие от Соболя, который, понятно, всегда был даже в лучшие времена штучным товаром, вот эти трески было, ну, мегатонны трески плавало по огромному океану. Она была полностью уничтожена. И промысел ее запрещен, ну, в конце 20 века был полностью запрещен. Спасибо большое за лекцию. Получается, грубо говоря, протестантская этика, в кавычках, намеренная или нет, упустила сырьевой аспект экономики. Это вопрос. Я так, кстати, не думаю. Скорее, я упускаю в своей книге протестантскую этику, но как я и многое другое упускаю, потому что, ну, моя книга написана на определенную тему, а другие темы для меня тоже очень интересны, я их не рассматриваю. Но, что касается протестантской этики, вот буквально, ну, мы с вами об этом узнали от Макса Вебера, правильно? Вот все его примеры, ну, или почти все, не скажу уж прямо все, которые он приводит в своей книжке про протестантскую этику и дух капитализма, почти все его примеры связаны с дальней торговлей колониальными товарами, которые в этой торговле особенно преуспевали кальвинисты, которых он напоминает постоянно на страницах книги. То есть, его примеры, он мог бы приводить и другие примеры, ну, например, например, но протестантские земли были очень сильны металлургии и добыча руды, металлической руды. отец Мартина Лютера был шахтером и очень успешным шахтером. своих доходов, он был простым человеком, там, он поднялся из простого рабочего в мастера и потом владел своей шахтой и построил еще и печь металлургическую. Я об этом рассказываю подробно. Для меня это было очень интересно. И вот на эти доходы с честного шахтерского промысла он оплатил, например, обучение юного Мартина в университете и так дальше. И Лютер потом занимался шахтерами и судил их конфликты и научал их и в общем и УМИ в конце концов занимались вот такого рода конфликтом между трудом и капиталом на шахтах. Вот буквально. Прочтите об этом в моей книге. Это страшно интересная история. Сам Лютер. Макс Вебер вполне мог упомянуть этот момент зарождения протестантской этики из духа шахты. Но вот он этого не сделалось. Его эмпирический материал касался англосаксонского и тоже голландского вот этих ливенистых и близкие к ним Буритане разных номинаций, которые были успешными мореплавателями и торговцами на этих далеких путях дальней торговки. то есть подводя итог тому, что я сейчас рассказал. Протестантская этика очень важная вещь. То, как она разработана, то есть она могла иметь отношение к сырью или не иметь никакого отношения к сырью как таковому. Протестантская этика могла мотивировать людей на самоотверженный труд, но на каком-нибудь сборочном предприятии или текстильной фабрике и так дальше. То есть собственно труд, а не добычу сырья. Труд на преобразующих индустриях. То, как Макс Выбер сказал о протестантской этике, сильно связано с определенным видом сырьевой экономики, но это довольно узкий, как я сейчас думаю, это довольно узкий кейс, который он по каким-то причинам предпочел рассмотреть. Тогда как есть и другие кейсы, которые отчасти подтверждают, а отчасти может быть опровергают его тезис. Все. Давайте дальше. Да, значит, ну вот следующий вопрос такой. Спасибо за лекцию и за книгу. Вопрос от Кати Р. В некоторых странах туризм является основой экономики. Ландшафты в скобочках дары природы источник существования таких государств, которые по-своему паразитируют на природных ресурсах. Выходит, что сырье не обязательно является вещем обильной. туризм. Ну это отличный вопрос. Я буду думать о нем. Туризм, ну я вот сижу здесь под Флоренцией в одном из таких центров мирового туризма. ну вот здесь конечно туристам продают не столько природу, сколько культуру. Или вот некое единство природы и культуры, которые вот здесь в Тоскане людям там типа 15 века удалось создать, а потом людям 18-19 века удалось сохранить или воспроизвести заново. Ну вот, ну понятно, что в других местах, где-нибудь в Гималайфе или ну или еще где-то, где туризм имеет другую природу, там действительно продается природа как такова и на этом паразитируют многие агенты, свящая государство. Спасибо за ваш вопрос. Вот такой комментарий, Александр, спасибо, I opening, бегу за вашей книгой, Мастрит и много восклицательных знаков. Ну, хочу сказать, что да, это действительно Мастрит, а книжку можно, конечно, купить где угодно, а можно купить в интернет-магазине Порядка слов, там вверху чата ссылка и помочь нам и приятно провести время с книгой Александра Эткинда. Следующий вопрос, спасибо за лекцию, вопрос, будет ли актуальным для государств в ближайшие десятилетия практика расширения пространства и какую форму может приобрести интеграция в 21 веке? Отличный вопрос. Вот я думаю, что с переходом экономики, мировой экономики, глобальной экономики на новые рельсы, как это говорилось в 19 веке. Рельсы, железнодорожная метафора. Изменилось очень многое. Сама дальняя торговля вот этими массовыми видами сырья, комодат из нефтью, углем, газом. Уголь, кстати, довольно редко перевозился на большие расстояния. Торговля углем была ближней. Но нефть, конечно, стала образцом и сущностью, главным содержанием дальней торговли. Это фактически 50% дальней торговли, глобальной торговли, это торговля нефтью. Или рынок нефти в 10 раз больше в долларовом выражении, чем рынок золота. Так было. Сейчас наверняка уже не в 10, а в 5. Если представить себе такой мир будущего, где нефть и газ, которые тоже торгуются на больших расстояниях по трубам, а не на танкерах. Вот эта дальняя торговля через гигантские расстояния по море или по суше, вот в этом новом мире станет ненужной. Потому что действительно вот эти новые источники энергии, их ведь можно поставить где угодно. Но эти ветряки можно поставить, ну и в Баварии тоже их можно поставить. И солнечные панели можно и на крышах наших домов поставить, и на фермах вокруг городов. Будет этого достаточно или нет, это еще раз большой вопрос. Но транспортировать вот эту энергию, допустим, по электрическим проводам, никакой нужды нету далеко. Просто такой нужды больше не будет. Блин, в конце 20 века был такой знаменитый проект создания огромной солнечной империи в Сахаре. Вот в Сахаре земля дешевая или вообще ничего не стоит. Солнца там много, там можно поставить очень много солнечных батарей или каких-то еще солнечных источников. И оттуда транспортировать по подводным кабелям электричество в Европу. Этого ничего не случилось по многим причинам. Но главная причина та, что этого просто не надо. Потому что точно так же солнце светит и в самой Европе. А там где солнце совсем не светит, там в общем-то человеку делать особо нечего. Ну вот. Так что этот мир будущего можно себе представить по образцу зеленых поясов таких константических кругов вокруг больших городов городских агломераций. Ну какой-нибудь Франкфурт или какой угодно город или Санкт-Петербург. Вот вокруг в традиционной экономике 18 век на эту тему трактат описались. кольцо огородов. Потому что овощи надо быстро доставить, пока они не испортились на городской рынок. Сразу. Быстро значит за один день. Это типа 10 миль. Потом идет следующее кольцо зерно. Зерновое кольцо. Потому что зерно значит уже можно допустим на 150 сатриться. потом следующее кольцо леса, древесина, отопление. Потому что трава тоже надо доставлять, но они не портятся, их можно доставлять каждый день и так дальше. Вот такие энергетические кольца вокруг городских агломераций. Ну вот я думаю, что если конечно следующий вопрос, который надо решить, а зачем нужны будут эти города? То есть они потеряют свое значение транспортного хаба или центра переработки вот всего этого привезенного. Там будут стоять где-нибудь везде трехмерные принтеры, которые будут печатать все, что там нужно. Ну в общем детали вдаваться мы не будем здесь, да мы их и не знаем. Но города скорее всего нужны будут для центра информационного обмена, интернет и многое другое, значит новые знания, новые технологии, новое образование, человеческий капитал, которые города станут такими утопическими центрами. Ну хорошо, допустим. Но поскольку нужда в дальней торговле уменьшится или исчезнет, она, конечно, не исчезнет навсегда, все равно нужны будут редкие металлы, много чего другого нужно будет, но она уменьшится радикально, если из этой дальней торговли убрать энергию. То и вот эта имперская задача контроля над далекими уникальными пятачками земли, где вот производится сахар, а больше его нигде не добыть, или хлопок, или нефть. С одной стороны, надо обладать этими пятачками земли, там образуются колонии, а с другой стороны, надо контролировать на огромных пространствах пути доставки. Значит, если это по океану, то там будут пираты или просто враги, значит, нужен королевский флот. Для этого она и была создана. Если эти пути доставки идут как газопроводы по суше, но там тоже террористы и тоже враги, значит, надо все охранять на каждом километре. Значит, если этого не будет, то, конечно, геополитика, геополитика возобновляемой энергии будет совсем другой. И она будет скорее концентрической, чем центробъект. Еще такой вопрос снова про туризм. Александр, как вам кажется, изменится ли индустрия туризма после коронавируса? Ну, на сегодня она изменилась радикально, правда? Что будет дальше? Мы можем прогнозировать, ну, с одной стороны, как бы люди застоялись уже очень хочется куда-то поехать всем. Туризм, деловые поездки, значит, там я типа отменил, не знаю, 10 конференций, куда я должен был поехать или что-то такое, но это типа отложенный спрос, эти конференции, как только можно будет, они все снова возникнут, но я не поеду на 10, но там на 5 мне придется поехать. И сразу, что ли, поеду ли я сразу? Вопрос в том, будут ли люди продолжать бояться, допустим, ехать на такси, на вокзал, потом на вокзале, с вокзала на поезде в аэропорт, в аэропорту ждать зале ожидания, в самолете, это все источники заражения. И, честно, конечно, у нас будет вакцина, которая все это сделает, вообще не важно. Ну, да, туризм тогда, значит, возобновится, как он был. Но, надо сказать, есть и другие соображения, кроме страха, сражения. Я думаю, что страх сражения с нами будет еще долго. Он реально изменит нашу жизнь. И тогда, конечно, мы будем ездить, к сожалению, мы будем ездить меньше. Или какими-то другими способами будем ездить. с туризмом связаны и другие проблемы. Туристские центры мира Амстердам, Прага, Нью-Йорк очень устали от туристов, бесконечные проблемы, Airbnb проблемы, у всех проблемы, значит, у городских властей проблемы. Есть города типа Венеции, которые полностью зависят от этих туристов, а есть такие города, Амстердам, для которых эти туристы, ну, вот еще один источник дохода, но зато большая буза для всех горожан. И, наконец, третья проблема связанная с туризмом, что любое передвижение в пространстве, человека в пространстве ведет к выбросам углекислого газа, ну, кроме пеших походов или байдарочных, может быть, походов. Значит, садимся ли мы в машину, это, наверное, будет очень безопасным способом передвижения в связи со страхом заражения, но зато это очень расточительный способ в смысле загрязнения атмосферы. Садимся ли мы в самолет или в поезд и так дальше, мы выбрасываем, даже садимся ли мы в общественный транспорт. К сожалению, общественный транспорт, я думаю, на деле станет для нас всех большей проблемой, чем туризм, потому что общественный транспорт это огромная экономия горючего и, соответственно, эмиссий, и вместе с тем это угроза заражения. Вот как эти две наши новые угрозы, к которым мы вообще не привыкли, мы не знаем, как они будут балансировать в этом, ну, довольно близком будущем, допустим, через три года. Это интересный вопрос. Ну что, вопросы, насколько я понимаю, закончились, лента уже не обновляется, ну и на самом деле мы говорим два часа, мне кажется, что это уже может быть и довольно тяжело, и поэтому я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю встречу, еще раз скажу, что книжку новую Александра Эткинда можно приобрести в порядке слов, наш лекторий имеет еще большую программу до середины мая, все это можно найти на нашем сайте, приходите к нам. Александр, огромное-огромное спасибо за уникальный интересный разговор, это было очень здорово, спасибо вам большое. Спасибо вам, до свидания. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok